всем привет друзья недавно я знакомую отправил мед и он говорит твой мед хорошего качества прошел проверку по моему методу ну то есть когда метод который есть в интернете я удивился говорю какой еще метод оказывается сейчас модно проверять мед на генетическую память чтобы водой при смытие образовывались соты для тех кто впервые на канале меня зовут дмитрий я веду канал на ютубе пасека в объективе и форум человодство без границ добро пожаловать и так что же это за проверка генетическая память меда берется мед только желательно свежеоткаченный здесь уже меня закристаллизировал сам частично с подсолнечника капается какое-то блюдце тарелку наливается холодная вода чтобы лучше была реакция и начинает вот так расколачивается это более хорошо видно на меде который свежеоткачанный здесь появляется такая текстура типа сотов продавцы меда на рынка говорят это генетическая память мед как бы помнит что он откачанный сотов и это признак натурального качественного меда что же такое генетическая память это генная память которая передается субъекту из поколения в поколение то есть какая-то расовая генная память на генном уровне ну это все касается живых существ мед естественно никакой не живое существо никакой генной памяти у него быть не может вот так он вращаю блюдечкой получается видно как бы соты медовые интересно почему соты медовые а почему мед не помнит как он был нектаром цветки растения пчелы почему пчела не появляется здесь давайте сначала разберемся откуда берутся эти шестигранные ячейки лесоты это явление было впервые доказано еще в 1900 году жаном бернаром французским ученым физиком только он делал опыт и не на меде а на других вязких веществах то есть при градиенте температур если выливаешь холодную жидкость на вязкое вещество либо подогреваешь его снизу будет образовываться вот эти такие шестигранные формы давайте вместо меда нальем обычное моющее средство в блюдце и что мы видим тоже появляется шестигранники виде сотов вот вам проверка ваша меда какая генетическая память у этого средства у фейре никакой если налить вместо меда обычный шампунь по более вязкий или какие-то другие жидкости масло растительное то будут точно такие же появляться соты шестигранники какая генетическая память у шампуня естественно никакой может лицо продавца ура его продавал второй хит проверок еще и со времен советского союза это химический карандаш сейчас таких карандашей тяжело найти а раньше они были распространены был случай что подходил покупатель на рынке к нам с медом и вставлял туда химический карандаш там что-то брал не в сам мед а намазывал проводил какие-то там исследования в интернете есть такой ролик не на банку на бумагу капнуть мед и химическим карандашом провести определяется типа сахар в меде или нет сахара еще один бред химический карандаш как работает он работает от влаги сильной но в меде такой влаги нет чтобы он показал что-то максимальная влажность меда это 20 процентов обычно допустимая до 18 процентов бывает мед влажность 15-16 процентов в такой влажности не хватит чтобы показать ее ухими ну через реакцию химического карандаша и вообще если вы хотите проверить влажность меда то проще купить и рефлактометр специальный прибор стоит он не очень дорого если вы хотите этим уже заниматься определять влажность меда по остальным химическим показателям там определить наличие в меде сахара примеси либо каких-то на других веществ вы никак не сможете определить его кроме лабораторного метода и не каждая лаборатория сможет это определить только серьезная лаборатория может определять полностью состав меда это как подделывает мед например там китайский сироп синтетический мед есть такая версия что они просто в сироп добавляет пыльцу то есть закупает пыльцу пчелину и которая собрана на пасеках добавляет в этот свой сироп там бочку вы не знаю какая-то пропорция ну я точно не знаю но такие слухи ходят и скорее всего так и есть потому что жалуется это на зарубежных сайтах много аналитиков выступает что лаборатория показывает в меде состав пыльцы то есть в этом сиропе и как бы это мед натуральный ну пыльца есть все на чуть же жмет сейчас лаборатории в мире хотят сделать другие исследованиям то есть перейти на другой уровень исследовать это магнитно-ядерный резонанс это более дорогое точное исследование меда там уже показывает всю весь состав не нужно там пыльца то есть вся правда будет видно это сироп или мед я думаю как только ведут в мире вот эти массово лабораторные исследования все станет на свои места сироп китайский отсеется будет везде на прилавках натуральный мед когда это будет точно неизвестно но в планах уже есть такое домашних условиях вы никак не определите даже лаборатории вот эти бывшие санстанции они не определяют определяет влажность меда и все я сдавал мед на анализ проверял когда оптом сдаешь мед да там оптовики проверяет уже антибиотики не более сложные там анализы поэтому не слушайте всякую ерунду там как проверить мед что там в интернете рассказывает на салфетку там химический карандаш вот эти сот это все бред силой кобылы еще хотел бы добавить что много ходит мифов о том что там как бодяжат как говорят мед наливает туда сахарный сироп это первый бред никуда если туда залить в мед сироп никто так не делает потому что он сразу забродит и все пропадет добавляют крахмал тоже миф никто его не добавляет зачем смысл какой переводить мед самое распространенное это то что можно купить мед из сахарного сиропа то есть кармливает большими партиями пчелам сироп летом в летний период когда нет взятка и пчелы тогда перерабатывать его и получается мед из сахара естественно он обогащен там ферментами все равно пчелиными пыльцой и так далее тому подобное то есть это не такой плохой сахар как магазине ну там тоже может быть примесь ну я такого не знаю нигде не встречал что-то кто-то чем-то занимался таким непонятным все это по слухам нашей местности меда хватает то что пчеловоды кормят мед в зиму для зимовки пчел его съедает за зиму сто процентов есть такие ленивые пчеловоды как я я вообще ничего не кормлю не оставляю мед зиму и навесным как купить натуральный мед давайте расскажу вам следующих роликах как выбрать его чтобы вероятность ошибки была минимальной всем спасибо за внимание удачи и хороших покупок